Всем привет! Я надеюсь, что зрители к нам уже подключаются. Давайте немножечко представимся. Меня зовут Вагина Екатерина. Вместе с нами Тимофей Брунько. Тимофей сегодня у нас основной докладчик. Пару слов, откуда мы и кто есть. Мы представляем команду, занимающуюся сервисом Data Transfer в Яндекс.Облаке. Этот сервис входит в платформу данных и предоставляет пользователям возможности для перемещения данных между различными системами, хранения данных, обработки, очередями и так далее. Если вы пользуетесь нашим сервисом или, может быть, облаком или какими-то другими облаками, напишите нам об этом в чате. Нам будет приятно узнать, кто сегодня наша аудитория. И хочу напомнить, что в целом чат – это такая живая субстанция. Мы ждем там от вас вопросы. Посмотрим, как будет складываться по времени. На часть вопросов, возможно, успеем ответить в конце доклада. Возможно, на какие-то вопросы вы найдете ответы по ходу доклада. Хочу вас призвать туда писать, не стесняться. И в конце, я надеюсь, что часть аудитории или, может быть, все вы присоединитесь к нам в дискуссионном клубе. Наверное, для того, чтобы Тимофей побольше рассказал про себя и в целом вступил в доклад, я передам ему слово. Но с вами еще увидимся. Спасибо. И до встречи. Ну что ж, поехали. Сегодня мы поговорим про Change Data Capture и как мы реализовали это в Data Transfer. Кто я такой? Я в IT с 2010 года начинал как malware-аналист. В 2012 начал заниматься R&D на C++, занимался кучей задач. И в 2018 году присоединился к Яндексу в отдел поставки данных. И где-то примерно в 2020 году мы начали работу над продуктом Data Transfer. Что вы узнаете из доклада? Вы познакомитесь с паттерном Change Data Capture, сокращенно CDC. Вы узнаете реальные примеры использования этого паттерна. Технические особенности реализации рассмотрим. И говорим про особенности работы Dibesium. Сначала я расскажу, что такое CDC. Потом поговорим немного о Dibesium. Расскажу, с какой стороны мы к этой задаче подошли. Поговорим про различия логической репликации от CDC. Поговорим о нашем пути появления CDC в Data Transfer. Поговорим о том, как не надо делать CDC. Потом, как надо делать. С чем нужно будет столкнуться на пути имплементации собственного CDC. Поговорим о том, что удивляет пользователей. Сценарий CDC. И перейдем к выводам. Итак, сразу вопрос к чату. Как вы считаете, чем технически отличается логическая репликация от CDC? Пишите ответы в чат. Тут, может быть, и нет правильного вопроса. Это обсудим в середине доклада. Итак, что такое CDC? Давайте вспомним, как работают базы данных. Вот посмотрим на левую часть картинки. Слева у нас есть человечек, который отправляет в базу данных insert-запрос. База данных его как-то сохраняет и ему возвращает окей. Мы от баз данных обычно ожидаем ACID гарантии. Это аббревиатура, где буква D отвечает за durability. Durability о чем говорит? О том, что если база данных ответила нам окей на запрос изменения данных, это означает, что что бы дальше ни произошло, кто-то выдернул шнур из розетки, случился системный крэш, или что-то какая-то еще катастрофа произошла, durability отвечает за то, что данные останутся в базе данных, не произойдет потери данных. И как это реализуется? На практике у всех баз данных есть так или иначе журнал, он же wall-log, сокращенно write-ahead-log. И в чем суть? В том, что от отключения электричества или от системных крэшей мы можем застраховаться только одним способом, это сохранив данные на диск. Но сохранять данные на инсерте сразу в файлы базы данных, типа инвертированных индексов, это может быть долго. Поэтому все базы данных пишут это в специальный журнал бинарный, и после того, как они делают флуш и получают от операционки окей, они возвращают уже пользователю окей, и это значит, что пользовательские данные уже не потеряются. И справа написано, как подобные журналы называются в разных базах данных. В Postgres это называется wall, раньше он назывался x-log, в MySQL он называется bin-log, в Oracle – redo-log, в Mongo – journal-files, и нужно понимать, что log – это бинарный какой-то формат, зависящий от базы данных. И, значит, если бы мы могли подписаться на обновление wall-log, мы бы превратили базу данных в event-driven систему. Причем такую event-driven систему, которая была бы незаметна для пользователя этой базы данных, который отправил запрос на инсерт, допустим. И вот здесь схематически изображена картинка, что вот база данных, и если мы подпишемся, могли бы подписаться на эти обновления, к нам бы прилетела вот такая нотификация, что вот в таблицу вставили такой номер телефона. Итак, что же такое change data capture? Это подход, или, иначе говоря, паттерн, в котором база данных превращается в event-driven систему и начинает оповещать слушателей о произошедших изменениях. Все современные базы данных имеют способы так или иначе отдавать wall в декодированном виде, в логическом виде. Значит, сразу скажу, что здесь мы говорим только о логической репликации, то есть физическую мы не рассматриваем. Подробно о CDC можете пройти по QR-коду и почитать статью на Хабре, недавно выложили. Там рассмотрены другие аспекты CDC. Например, альтернативные способы имплементации. И, значит, как выглядит типичная архитектура подхода change data capture? Как правило, у вас есть OLTP-база. В последнее время это расширяется, и вместо OLTP может быть что-то еще, но классически это OLTP-база. И с помощью специальных инструментов настраивается отгрузка логических ивентов в некую очередь, как правило, кавку, откуда уже эти сообщения попадают либо в полнотекстовый индекс, поиск типа эластика, либо в кэши, либо в другие OLTP-базы, в аналитические хранилища, либо просто к другим девкомандам, образуя таким образом event-driven систему. И нужно сказать, что это автоматически обновляется. Вы один раз настроили, и все, события полетели. Соответственно, все ваши кэши автоматически обновлены. И вы спросите, а что мы из этого можем сделать? Давайте рассмотрим пример. Вот у вас есть микросервис слева, и он работает с базой данных Postgres. И вы настроили отгрузку репликационных событий в кавку. И что вы из этого можете сделать? Вы можете получить все то, что я выше перечислял, но при этом вам не нужно трогать код микросервиса. Представьте, как бы вы подобное делали, если бы не было подхода CDC, это вам нужно было бы лезть в код микросервиса, добавлять отправку во все эти приемники или в какую-то очередь, дальше начинать хендлить ошибки, думать о том, как это все захендлить. А тут это может быть даже не ваш микросервис, условно говоря, какой-то другой отдел пишет код, и Postgres отправляет нотификации. И если вы договоритесь о том, что вы не будете сильно ломать схему, вы получите прям целую инфраструктуру, не трогая код микросервиса, которая сама автоматически обновляется и всегда в актуальном состоянии. И вот сразу рассмотрим пример, как это выглядит. Вот рассмотрим инсерты. Вы сделали, допустим, в Postgres create table и сделали insert трех строчек. Это вот в левой части экрана. В правой части экрана вы увидите, что в кавку прилетит три таких джейсонки, где будет operation opc, это operation create. И в поле after будет k-value, это столбцы вот этой колонки. Рассмотрим апдейты. Вот вы пишете апдейт и пишете некое логическое условие, какие строчки подпадают под это условие. И в кавку прилетит два ивента. То есть, обратите внимание, вы слева написали условие, но база данных посмотрела, какие строчки ему соответствуют, и отправила в реплику в качестве логической репликации события о строках. Вот. Здесь вы можете видеть, что op двоеточие написано u, это update. Вот. Так работает апдейт. Так выглядит. И делиты выглядят вот так, что написано opd и в поле before первичный ключ. Вот. А самая популярная реализация, cdc, это, конечно же, dibesium. Вот. Dibesium, дальше я его буду называть ванильным dibesium, то бишь оригинальным. Это open-source проект под свободной лицензией Apache 2.0. Он написан RedHut, и он реализует cdc для вот большого списка источников. И он стал стандартом de facto. Написан он на Jaya. Какие у него особенности? Во-первых, это формат сериализации. Формат сериализации, он един для всех баз, что удобно, вы настроили отгрузку dibesium в очередь, и дальше вы уже с очередью можете работать, не задумываясь о том, там был Postgres, MySQL, что угодно. Вторая особенность dibesium-а это способы сериализации, то есть по дефолту это JSON, но вы можете включить либо Avra, либо Protobuf, если там JSON вам к каким-то причинам не подходит. И также есть дополнительные возможности. Вы можете через dibesium поставлять снапшоты в том же формате. Вы можете брать dibesium-ные события и делать из этого приемник через специальный JDBC-Sync, получая таким образом логическую реплику. И вот появилась возможность пару лет назад делать инкрементальные снапшоты. Вот ссылка на блок dibesium-а. И они реализовали подход, который Netflix опубликовал, технический папер о том, как подобное делать в 2010 году. Называется «Инкрементальные снапшоты». Это способ имея репликацию передать снапшот, но при этом размазать его таким образом, чтобы мы не держали долгую транзакцию все это время. Это потрясающая статья. Мне очень понравилось. Вот справа QR-код. Очень рекомендую с ней ознакомиться. Ну вот так выглядит типичное сообщение. Значит, сверху эта схема, там очень большая вложенная структура. Она описывает само поле, какие там есть поля, какие там типы. И второй блок это «Пейлот». Тут непосредственно в блоке «Автор» новые значения колонок изменившейся строки. В «Бифор», если апдейт специальным образом настроить, там будут предыдущие значения и всякая вот мета-информация. И «Оперейшнодкриеет», «Апдейт-делеет». Вот. С какой стороны мы к этому всему подошли? А подошли мы к этому, потому что мы разрабатываем продукт Data Transfer. И сейчас я о нем немного расскажу, что это такое. Наш продукт Data Transfer, он позволяет вам передавать данные из базы данных в базу данных или из очереди в базу данных, либо из базы данных в очередь, либо из S3, или же в S3. Вот так это выглядит схематически. Вы описываете источник, приемник, и между ними есть сущность, называется Transfer. Ну вот примеры. Мы можем поставить данные из Greenplama в ClickHouse, из Oracle в Postgres, из VDB в ClickHouse и так далее. И это лишь частные примеры. На самом деле пар гораздо больше открытых. Вот примеры между базой данных и очередью. Вы можете там из Postgres поставлять в Kafka и, например, из Kafka в Elasticsearch. И опять же, это лишь частные примеры для иллюстрации продукта. Ну и также из базы данных там снапшота вы можете поставлять в S3, а также потоки, допустим, из Kafka в S3 или наоборот из S3 в Kafka или там из S3 в ClickHouse. И опять же, это лишь примеры. Вот так выглядит матрица открытых пар. Вот, значит, строчки — это источники, а столбцы — это приемники. И если на их пересечении не стоит прочерк, это значит, что эта пара открыта, вы можете перекачать из вот этого источника в этот приемник. Нужно сказать, что мы не пишем код специальный для открытия пары, то есть у нас есть источник, и он сразу должен, он выпускает события в универсальном формате, и он должен париться со всеми приемниками, но мы открываем пары только когда тестами все покроем, прям функционально и сделаем, ну что, проверим, что вот из этой базы данных прям в эту поставляется все хорошо, и тогда открываем пары, и там в светлом будущем мы надеемся все открыть. Вот, а также есть дополнительные коннекторы, которые пока не в паблике. Архитектурно наш продукт выглядит так, что у нас есть какое-то количество виртуалок с Control Plane, они хранят мета-информацию в баске, и Control Plane отвечают за то, чтобы обрабатывать API-запросы, включая там Terraform, и запрос от UI. И в свою очередь Control Plane запускают, шедулят, убивают Data Plane, вот, а Data Plane уже непосредственно занимаются перекачиванием данных там из одной базы данных в другую. И Data Plane откладывают логи и, значит, пишут метрики. Вот. Архитектура Data Plane выглядит так, как показано на слайде. То есть, у нас есть универсальный источник в том плане, что он выпускает универсальные события, события в универсальном формате. И, значит, допустим, там Postgres, да, дальше есть какие-то middleware системные. Вот. И все это отправляется в Sync. Так, значит, мы поставляем данные эффективно, работаем с большими данными. Вот пример ClickHouse кластера. Вот мы в пике поставляем в этот ClickHouse 2,5 гигабайта в секунду логов и все отлично работает. Это лишь частный пример. Мы умеем параллелить перенос данных. Например, вот слева у нас параллелизм по воркерам. То есть, у нас, допустим, есть три воркера, и каждый из них в момент времени тащит по одной таблице из источников приемника, и они работают параллельно. Вот. Также мы умеем параллелиться внутри воркера. Вот справа показано, что есть воркер, и в нем параллельно передаются три таблицы, допустим, из Postgres'а в ClickHouse. Также мы умеем параллелиться внутри таблиц, то есть, вот показано, что у нас есть таблица одна в Postgres'е, и мы можем побить ее на несколько частей в данном случае, на две части, и каждую эту часть будет переносить воркер параллельно в ClickHouse, например. И мы можем параллелиться, ну, и первым способом, вторым одновременно все это доступно, это настраивается. Мы заводим поставки данных за минуты. Продукт самостоятельный в том плане, что он не требует рантайма в виде Spark или Kafka, то есть все, что нам нужно, это какие-то среда исполнения контейнеров, например, Kubernetes. Мы умеем трансформации делать на потоке, мы не храним данные, только поставляем мы умеем автоматически выводить схему таблиц, что актуально для поставок между базами данных разного типа, и также, если схема изменилась обратно совместимым образом, например, добавилась колонка, мы умеем приемник заальтерить и добавить в него эту колонку. Вот, основные термины нашего сервиса это endpoint, трансфер, это настройки коннекшена плюс дополнительные настройки, типа там список таблиц, которые переносить и какие-то еще источники или приемника специфические настройки. Endpoint может быть либо источником, либо приемником. Вот сразу покажу, как это выглядит в интерфейсе, вот вы на страничке облака, на страничке сервиса это трансфер, и слева вы увидите трансферы и эндпоинты. Вот пример создания эндпоинта, на цифре 1 переключалка источник приемник, на цифре 2 вы выбираете тип базы данных, и справа настройки, вот там сверху коннекшены, дальше фильтр таблиц и всякие расширенные настройки. То же самое с эндпоинтом приемника, выбираете приемник, тип базы данных и настроиваете connection плюс дополнительные настройки. И есть сущность трансфер, которая соединяет источник и приемник, его вы активируете и он начинает перенос данных. Вот так выглядит в интерфейсе создания трансфера. Вы выбираете из выпадающего списка источник, приемник, тип трансфера выбираете и нажимаете кнопку создать и оно начинает выглядеть как-то так. Вот. Тут есть на цифре 1 кнопка активировать, на цифре 2 статус и на цифрах 3, 4, 5 это логи операции мониторинга. У нас есть три режима работы. Первый это копия, он же снапшот. Это мы просто переносим табличку. То есть у вас есть в плоскарсе табличка, вы настроили копию тип трансфера и вот перенесли, допустим, в кликхаус. Вот на стрелочке написано, какие строчки перенеслись. Вот. Просто перенос снапшота. Второе это репликация. Тут начальная стейн не переносится, но переносится все изменения, которые происходят. Вот тут на примере у нас есть табличка из четырех строк. Вы активировали трансфер репликации, выполнили insert и вот новая строчка, которая появилась, она прилетела в кликхаус. И есть режим копия плюс репликейшн, когда сначала переносится после активации начальный стейт и дальше вы сделали insert и прилетело новое событие. Таким образом у вас в данной схеме, допустим, постгресс кликхаус, у вас кликхаус становится асинхронной логической репликой вашего постгресса. И там уже могут в кликхаусе аналитики, запросики гонять и не эффектить прод. Значит, у нашего продукта два основных пользовательских сценария. Это сценарий миграции. Допустим, вам нужно переехать с одного постгресса на другой. А также сценарии поставки данных. Обычно этим пользуются аналитики из, допустим, из OLTP базы данных перенести данные в аналитическое хранилище. Из очереди в аналитическое, допустим, логи там в кликхаус поставлять можно. Из аналитического в аналитическое, там, например, из гринплама в кликхаус. Также есть CTC-режим, режим из очереди в базу и другие странные режимы, которые пользователи могут себе настраивать. У нас есть вебинар на эту тему, на тему сценариев немиграционных. Вот. Можете посмотреть, перейти по ссылке. Наши прямые аналоги это Apache Sea Tunnel и проект Addex. Непрямые аналоги это AirBuy, FiveTrend и Kafka с коннекторами. В чем наша особенность? Мы даем выбор вам с очередью посередине поставлять или без. Мы интегрированы в экосистему Яндекс.Клауд и поскольку вы можете работать, допустим, без очереди, если сравнивать с Kafka с коннекторами, это упрощает вам и косты, и настройки, и боттлнеки, и лицензирование может тоже быть для вас проблемой, потому что коннекторы, они понятно под какой лицензией конфлиенциевские. Технические факты о нашем продукте написаны на голанге, гарантии у нас at least once, но там, где есть первичные ключи, там практически везде, это неотличимо от exactly once, потому что дубликация происходит. А там, где нет первичных ключей, там, ну, зачастую тоже можно что-то придумать, вот, чтобы было неотличимо от exactly once. Исходники сейчас не в open source, в Яндекс. Облаке сейчас продукт бесплатен, и есть несколько инсталляций сервиса, и мы собираем экспириенс со всех инсталляций и улучшаем наш сервис. Эксплуатационные факты, что мы, продукт существует с 19-го года, за все время заведено более 20 тысяч трансферов, и около тысячи работают постоянно. Вот, переходим к вопросу, который мы, который я задавал в начале доклада, чем технически отличается логическая репликация от СДЦ? Есть ли у нас ответы в чате? Давайте обратимся к чату. У нас, на самом деле, было несколько человек, кто предположил отличия. Давай, зачитаю, потому что мне кажется, что аудитория отвечающих знакома СДЦ, и это, на самом деле, здорово. Александр Индин предположил, что логическая репликация это синхронизация данных один в один, а СДЦ это набор изменений, и на самом деле, буквально через эту же минуту, Андрей Михеев тоже написал нам, что логическая репликация переносит данные из ИС, СДЦ дает доступ к истории изменений данных. Вот, наверное, таких два основных предположения, ну, кажется, они зеркально похожи, прокомментируй, можешь ли что-то дополнить к тому, что коллеги написали. Ну, на самом деле, все верно, вот, даже вот у нас есть слайд, значит, на нем было написано, что ответ ничем, вот, на самом деле, разница лишь в том, что, что вы делаете с этими ивентами. Вам в любом случае прилетает ивент, как логическое, как событие логической репликации, и дальше вы с ним что-то можете сделать. Если вы его применяете к базе данных, то у вас получается логическая реплика. А если вы его, допустим, сериализуете, отправляете в кавку, у вас получается CDC-сценарий. На самом деле, CDC не обязательно должен отправлять данные в кавку или вообще в какую-либо очередь, но на практике 99, наверное, процентов случаев это все же отгрузка в очереди и в частности в кавку. Так что в целом технически именно разницы нет. И, соответственно, поскольку мы уже работали как логические реплики, у нас уже было все необходимое для организации CDC, умели быть репликой, мы умели отгружать данные в очередь, и оставался только запрос пользователя на это и решить вопрос сериализации. И, значит, как появился CDC в дататрансфер? Пришли пользователи. Было несколько групп пользователей, одни говорят, мы хотим забирать данные из источника всего раз, а применять в несколько приемников, таким образом мы источник будем нагружать всего раз. Кто-то захотел организовать вендривен-систему, а кто-то захотел забирать данные из Воллога как можно быстрее, класть его в высокодоступную очередь, чтобы вот этот локвол не копился. И тут начались наши замечательные переключения. Я расскажу, как не надо делать CDC. Сначала пришли две группы, которые сказали, мы хотим использовать сценарий с очередью посередине, а до очереди и после очереди будет дататрансфер. Мы спросили, точно? Они говорят, да, точно. И мы сделали, что мы взяли наш внутренний формат событий и сделали просто JSON-маршал при отгрузке в очереди, а при выгрузке из очереди сделали JSON-маршал. И это было очень плохое решение. Почему? Во-первых, все изменяется и структура, которая у нас называется Change Item, в которую у нас все наши ивенты летают, она постоянно изменяется, как оказалось. Кто бы мог подумать. Вот справа приведен Blame, просто объявление этой структуры, видно, что она постоянно меняется. Ну, с гранулярностью два месяца, допустим, кто-то обязательно что-то изменит. И это было проблемой, потому что если у вас два трансфера гоняют данные один в кавку, другой из кавки, и там происходит Marshall-on-marshall, то нужно как-то синхронизировать их версии. Потому что если кто-то добавил новое поле, а вы on-marshall ничего не зная об этом поле, у вас проблема. Вот так можно выстрелить себе в ногу. Отсюда первый вывод. Если вы отгрузили данные в очередь, это уже какой-никакой контракт. Вторая проблема, с которой мы столкнулись, у нас были нетипизированные поля. Вот здесь column values, это массив типа any, ну, в голлунге это то же самое, что в java object. Это штука, на которую в compile-тайме ничего не проверяется, а в рентайме вы можете кастовать туда вещи. Вот. И, значит, поскольку мы on-marshall при вычитывании из очереди, оказалось, что типы данных между голлунгом и json они сильно разные. В json все чиселки это строчки, в которых опционально есть точка. Вот. И нет никаких ограничений на их длину и так далее. Вот. И если вы on-marshall ите в поле типа any, вот, то on-marshaller сам пытается угадать, и, как правило, это float64, и, как правило, он не угадывает, вот, и вы вполне себе выстреливаете себя в ногу, потому что там возможен корабль данных, допустим. Сюда мы делаем два вывода. Первый это, значит, второй вывод это числа в json, это прежде всего строчки, вот. И третий вывод это когда мы on-marshall json числа в нетипизированные поля, нужно это делать через строку, а потом руками конвертить, обязательно проверяя тип данных и гарантируя его. Следующий кейс, как не надо делать. Значит, снова on-marshall json в нетипизированное поле, но тут приведен пример. Вот у нас есть нетипизированное поле val, и в первом случае мы за-on-marshall структуру, и в него внутрь any положили массив byte, а во втором случае мы положили туда строчку, вот, и справа вы видите результат, в обоих случаях у нас там строчка, потому что json-marshall голланговский, он преобразует массив byte в b64, вот, а соответственно вы не можете потом восстановить и узнать, и не можете из этого представления узнать, какой тип данных был изначально, вот, вот такой простой способ выстрелить себя в ногу и отсюда вывод, что un-marshall json нетипизированное поле обязательно прикапывай тип данных и явно к нему кастуй. Следующий пример, даже если вы уже умный и носите рядом с полем его описание типа, но никак не гарантируете то, что одно другому соответствует, то вполне возможно, что у вас появится событие, оно непременно появится, где будет в значении лежать, допустим, строчка, а в типе будет написано, что там на самом деле число, или наоборот. Отсюда вывод, если есть нетипизированное поле, обязательно носи рядом его тип и всегда гарантируй согласованность. Дальше была проблема, с которой мы столкнулись, проблема устревания юнит-тестов. Вот у вас есть система, которая работает с Postgres, служит его репликационный поток и что-то с этими событиями делает. И вам, чтобы тесты гонять, вам долго ждать, пока Postgres поднимется в тесте, отправит свое событие, вы его получите. И вы смотрите на все это, пока оно бежит, а тестов у вас много, и у вас появляется гениальная идея. А давай я возьму и сохраню, прикопаю эти данные, рядом в репозитории положу и буду просто их десерилизовать и уже дальше проверять. То есть не нужен мне никакой Postgres, я просто пишу юнит-тест, взял данные, прочитал. Вроде бы все хорошо, но оказывается нужно обязательно делать тест на то, что ваша система, которая получает от Postgres эти ивенты и складывает их, и которые вы сериализовали, нужно обязательно проверять на то, что это не изменилось, на то, что те данные, которые вы сериализовали и прикопали в репозитории, что ваша система еще их генерирует, а не какие-то другие с новыми полями и так далее. Отсюда два вывода. Если сохраняешь в репозитории сериализованные данные, обязательно добавь тест на то, что они актуальны. И следующий вывод. Сериализация в JSON это все сериализация. Если вы видите красивый JSON, где вроде бы все правильно, все поля написаны и все есть, не обольщайтесь на этот счет. Всегда помните, что это не текст, а некая сериализованная вещь, которая может устареть относительно структура. Ну и следующий антипример, это пример, как не надо делать, это надеяться на то, что пользователи будут иметь возможность отгрузить данные в очередь, но не начнут вычитывать его своим кодом. Вот у нас был пользователь, который решил, хочу организовать вендривен систему. Он говорит, о, могу отгрузить данные в очередь, вычитал данные из очереди, все круто, и начал что-то с этим делать, а потом собственно формат данных он взял и изменился. Вот, собственно, тут описано ровно это. Отсюда вывод, если вы отгрузили данные в очередь, это уже не просто контракт, это уже внешний контракт, и соответственно вам нужно обеспечивать все гарантии, обратную совместимость и все дела. И главный вывод, это очень полезно отделять внешний контракт от внутреннего представления. И так мы пришли к выводу, как надо делать СДЦ. А как его надо делать, у нас были выводы о том, что нужно желательно создавать внешний публичный формат и попутно порешать все вот эти технические вопросики. И что мы сделали? Мы взяли готовый формат у Debezium и сделали таким образом, чтобы мы могли стать дроп-ин реплейсментом Debezium, чтобы человек, у которого есть инфраструктура, где есть Debezium, мог взять и поменить его допустим на Data Transfer или наоборот и все продолжило бы работать. Вот. Как мы это сделали? Мы сделали конвертер из нашего формата внутреннего в Debezium и обратно. Что мы получили? Мы получили CDC для FastGrey, SQL и VDB. Если вы посмотрите VDB, допустим, в Debezium нету, но VDB научилась отгружать репликационный поток и мы его можем поставлять в формате Debezium. Мы получили well-known формат и даже настроечки мы взяли один в один у ванильного Debezium, чтобы не надо было задумываться лишний раз. Мы с этим получили все интеграции Debezium. Мы получили возможность коннектиться с ванильным Debezium. Допустим, у пользователей где-то в своем контуре есть Postgres, и он загружает ванильным Debezium данные в очередь. Мы можем из этой очереди обратно декодировать эти события в наш приватный формат и через наши механизмы делать какие-то допустим асинхронные реплики или куда-то поставлять эти данные. Мы получили вот такую интеграцию. Мы получили это все нативно в нашем продукте со всеми нашими фичами, в том числе ETL. Мы получили много дополнительных тестов для своего сервиса и получили такой небольшой фреймворк для написания конвертеров в Debezium обратно и теперь новые базы данных подключать конвертер достаточно легко. Чего мы получили, чего нет в ванильном Debezium? Например, ванильный Debezium не умеет переживать переезд мастера, а мы умеем. Ванильный Debezium не умеет переносить user-defined типы Postgres. Это экзотический случай, но реальные пользователи с этим были и они были рады, что мы им отгружали эти данные, а не скипали. Мы получили поддержку баз, возможность поддержки баз, которых нет в ванильном Debezium и вот, например, уже в Debezium поддерживаем. Мы, более того, умеем обогащать данные исходными типами. Если вы посмотрите, Debezium сильно сужает типы данных. Он приводит типы данных вашей базы данных к Kafka примитивам, а их около десятка. И имея Debezium поток, вы никогда не получите исходную таблицу, потому что у вас потерялась мета-информация о том, какой тип данных был, условно говоря, время было строчкой или Unix timestamp. Мы умеем обогащать этими данными поток и потом при вычитывании возвращать все обратно. Мы получили интеграцию с нашими фичами и интеграцию в нашу экосистему. С чем нужно быть готовым столкнуться на пути реализации собственного CDC? Нужно будет написать много тестов, и для каждой базы данных это будет отдельный набор тестов. Дальше внутри каждой базы данных нужно будет написать тесты на все типы данных. Вот например, пример есть, слева это пасгрессовые типы, справа это кафочные. И как видите, происходит такое сужение, и по-хорошему все это нужно контролировать тестами. Тестировать данные нужно в нескольких режимах, потому что на снапшоте, например, вам данные поставляет один код. допустим, вы там делаете select, и вы там получаете эти данные. А на репликации вам уже другой код присылает данные, и нужно о данной то, если мы говорим про чиселку, то она должна быть и в первом случае одинаковой и второго, и выглядеть одинаково, и вообще не должно быть между ними никакой разницы. Дальше там подгрыз допустим позволяет делать колонку с массивом каких-то чисел, и там они тоже неплохо бы, если бы они будут выглядеть так же, как в предыдущих режимах. И после сериализации, десериализации тоже нужно проверить, что все это работает одинаково. С чем еще нужно быть готовым столкнуться на этом пути? Dibesium не поддерживает типа данных с таймзоной, он их конвертит в UTC, но случай достаточно редкий, но опять же и такие пользователи были. Что обычно удивляет пользователей сценария CZC и в частности Dibesium? Во-первых, ванильный Dibesium не переживает файловер в Postgres. То есть, если у вас есть кластер, есть мастер и слейв, и что-то с мастером случилось, и слейв стал новым мастером, то есть, произошел переезд мастера, он же файловер, из-за технических особенностей Postgres'а, то, как он устроен на данный момент, ванильный Dibesium на этом останавливается. Это происходит потому, что в Postgres оперирует понятием репликационный слот, и через этот слот ты можешь вычитывать логическую репликацию события, и ты можешь создать его только в конце влога, то есть, ты не можешь его создавать в прошлом, и поэтому ванильный Dibesium его не переживает. У нас есть в Яндекс. Облаке специальный плагинчик к Postgres'у, который позволяет делать слоты на указанном Оффсете. Что еще? По дефолту все удивляются, как выглядит Decimal. Вот у вас есть Decimal Scale Precision 5.2, допустим, 123.67. То есть, может показаться, что тип Decimal не особо популярен, но на самом деле деньги обычно в нем хранят, и во всякой финансовой истории это прям распространенный тип данных, и он прилетает как ME8 равно, а Scale Precision идет в схеме 5.2 написано. Почему так? Потому что в Dibesium очень нетривиальная схема кодирования вот этих Decimal, он там выкидывает точку сначала, потому что мы ее всегда можем восстановить, зная Scale Precision, конвертить все это в BigInt, и потом этот буфер перегоняет в B64. То есть, тут потери данных тут нет, но декодировать самостоятельно вы это тоже не хотите. И никто не хочет, и поэтому рекомендация сразу включать отгрузку Decimal в строке и не париться с вот этой вот раскодировкой. что еще удивляет пользователей? Ну вот я уже говорил, что Vanille Dibesium молча пропускает колонки с User-Defined типами. И с этим ничего не поделать. User-Defined Type это довольно редкий инструмент. Это такие структурки, по сути, где ты говоришь, вот у меня колонка, она будет состоять из трех значений. Допустим, две чиселки и строка. И вот ты это объявляешь как User-Defined тип и Postgres с этим вполне себе работает. А Vanille Dibesium не умеет. А мы умеем. Люди еще удивляются зачастую, что на апдейтах, на дефолтных настройках на Postgres и, наверное, на MySQL тоже поле before не заполнено. То есть прилетает апдейт и там нет поля before, только after. На самом деле это нормально, потому что такая дефолтная реплика identity в Postgres вы это можете изменить, прописав реплика identity full, и тогда у вас в поле after будут все старые значения всех колонок и в поле before будут все старые, в поле after новые. Просто не удивляйтесь, когда вы увидите апдейт без поля before. Это норма. Также не забывайте про тосты. тосты это термин постгрессовый, но встречается он везде, то есть если у вас есть апдейт и у вас есть какая-то колонка, которая не изменилась, при этом она огромная, везде есть оптимизация, чтобы не писать ее в воллог, не разрастать, чтобы он не разрастался. Вот, и поэтому апдейты могут прилетать с неполным набором колонок. Вот, не забывайте про это. И также, что неожиданно апдейты, изменяющие первичные ключи, они генерируют два ивента delete и create, то есть у вас старая строчка удаляется, а новая создается, хотя вроде ивент 1, а дебезиумных событий 2. Какие выводы мы можем сделать из всего нашего прекрасного приключения? Выводы следующие. cdc подходит для многих задач и совсем не страшен. json как способ сериализации оладает рядом особенностей и не нужно забывать о них. И написать свое решение можно, но совсем непросто. Пользуйтесь готовыми решениями. У меня все. Можем перейти к вопросам. Класс. Тимофей, спасибо большое за рассказ про наши подвиги Гераку. Действительно было увлекательно. Вопросы у нас в чате есть. Я давайте наверное начну с более коротких, потому что мне кажется часть вопросов нам необходимо будет из-за заканчивающегося времени унести в дискуссионный куб. Давайте наверное так. Один вопрос прокомментирую сама и следующий задам тебе. Дмитрий Захаров спрашивает планируем ли мы отдавать данный трансфер для установки инхауса отдельным дистрибутивом. Ну вот Тимофей сейчас на слайде показывал, что на сегодня например мы не находимся в опенсорсе, но в целом мы рассматриваем несколько вариантов инхаус отдавать решения опенсорсизации один из подходов но и варианты с какими-то образами которые вы сможете запустить у себя тоже в проработке у нас есть сценарии где пользователи физически не могут с точки зрения там требований команд security своих воспользоваться нашим сервисом поэтому следите за анонсами все время этот вопрос вот в общем обсуждается наверное к чему-то придем надеюсь что ответила если нет то уточняйте пожалуйста давайте теперь к вопросу Тимофея так видимо Алексей Штопалов спрашивает а как решается проблема с разными типами данных на источники и приемники ты немножко этого коснулся может быть прокомментируешь ну мы автоматически их выводим то есть если это какая-то чиселка мы выбираем на приемнике тип данных которые включают в себя весь диапазон значение этой чиселки вот и таким образом получается довольно как сказать естественная что ли перемиграция не знаю типов вот да наверное можно еще дополнить что у нас действительно исторически то есть вот этот контракт на самом деле похожий на CDC тоже как только мы пользователи записали первую таблицу он становится публичным то каким образом мы конвертим типы из системы А в систему Б и на самом деле если вы такую же систему будете разрабатывать или пользоваться какими-то решениями надо понимать что все что на клиент пролилось оно уже пролилось и либо заранее думать вот специфицировать это и с этого момента уже обеспечивать обратную совместимость вот и тогда пользователи вас будут любить но у вас будет чуть больше работы так в целом да в гетерогенных парах которых у нас большое количество наверное это один из ну таких важнейших вопрос и кстати говоря наверное мы можем дополнить что сейчас у нас внутри появился механизм для версионирования системы типов который позволяет мигрировать нам ну скажем так с прошлой системы с прошлого маппинга одной системы типа в другую на более совершенную например если мы в приемнике хотим поддержать какое-то более точное попадание например в новый тип какой-то да вот но это тоже добавляет работы с точки зрения миграции пользователей поэтому ломки подложили но как бы жить от этого совсем просто не стало кажется может быть ты как-то корректируешь все верно у нас довольно хитрый механизм вот этой обратной совместимости потому что если вы что-то поменяете просто выкатите это на пользователей а у них старые данные ну как-то они в общем поставлялись по старому а вы стали поставлять по новому и у них все сломается они не будут рады вот поэтому у нас есть версионирование логическое такое если мы что-то меняем мы его применяем и у старых пользователей у которых уже все бежит бежит также через специальные фоллбеки а у новых все бежит более правильным образом и все счастливо да и давай еще вопросик который возможно мы сможем коротко ответить так про Zero Day сейчас был вопрос от Андрея Михеева что насчет Zero Day заливки подразумевается что уже накопились данные и нужно теперь их опубликовать наружу если честно давай вот по вопросу понятно ли тебе в точности что спрашивается что насчет Zero Day заливки как будто бы эта заливка как раз снапшота исторического подразумевается наверное да наверное Initial State просто Zero Day у меня флешбеки вьетнамские вызывает ну как я говорил допустим в режиме копия плюс репликация мы допустим сначала открываем создаем репликационный слот и начинаем накапливать все изменения которые происходят с базой и у нас есть транзакция которая идет в это же самое время из которой мы вычитываем Initial State вот и после того как мы вот этот ну наверное Zero Day State перенесли мы переключаемся в режим репликации с того места где была взята транзакция вот и таким образом у нас получается реплика синхронная логическая в приемнике так надеюсь ответили если неправильно вопрос поняли пожалуйста наверное уже в дискуссионный клуб с ним надо будет нам идти так и еще вопрос у вас часть в Control Plane а часть в Data Plane не живет вы тарифицируете только время работы Java в Data Plane то есть ресурсы не используются или Job не работает ну если тут прям слово тарифицируется то мы сейчас бесплатные как Тимофей уже говорил а если с точки зрения ресурсов потребляемых не знаю мы можем что-то здесь уточнить вы тарифицируете только время работы Java в Data Plane то есть ресурсы не используются если Job не работает ну наверное ответ да если Job не работает трансфер остановлен данных нету то ресурсы не используются да Тимофей как ты думаешь то можно здесь да ну единственное если у вас была какая-то репликация был какой-то поток ну мы просто мы выделяем под Data Plane резерв правильно если у вас данных стало меньше и вам нужно меньше ну там CPU допустим вам нужно было 10 CPU для прожевывания потока а стало данных на 1 CPU автоматически мы это не даунскейлим потому что ну это сложно и ну просто у нас модель другая да вы задаете сколько вам нужен резерв и мы в рамках этого резерва работаем да и кстати говоря есть у нас тоже если немножко про мысли говорить куда можно развивать какая-то история с автоскейлингом тоже возможно будет это доступно и в сервисе и надеюсь в будущем в анхаус каких-то решений так вопрос на самом деле который был самый первый давай поймем готовы ли мы сейчас провалиться в дискуссию или уносим это в дискуссионный клуб и Дмитрий Захаров его прислал есть что-то кроме дебезиума для ЦДЦ и собственно дальше по следам разговора а кроме дата-трансфер Airbyte Kafka Connect там под капотом дебезиума интересно какие есть еще аналоги можешь ли чего-то коротко прокомментировать или нам тут нужно много говорить так коротко коротко насколько я помню в Airbyte есть штуки которые реализуют логическую репликацию они вроде как там свои вот дебезиум это стандарт дефакто если мы говорим про Kafka то у дебезиума вообще первый способ использования был использование как коннектор сейчас там стало больше способов но это неважно и ну вот в статье на хабре я делал обзор других вещей у CTC других свойств и там я посмотрел прям весь гитхаб актуального можно сказать что ничего нету то есть есть одно поделие которое там с очень малым количеством пользователей работает на триггерах вот то есть у CTC забыл сказать может быть несколько видов реализации один из них это декодирование вуллога но есть еще другие способы но они все не популярны вот поэтому что-то какие-то поделия есть но они вообще не распространенные и может быть у каких-то закрытых вендоров ну типа не знаю стримсетс там что-то есть вот но мы об этом не знаем да или наверное я бы сказала еще так что зависит от как бы количества коннекторов ну наверное вот там кроме дебезиума себя и тех решений про которые Тимофей сказал мы не вспомним но возможно есть нишевые которые например там очень классно работают с одной базой а да все верно то есть вот в 2014 году тема cdc начала как-то взрывную популярность обрела и там вот на гитхабе появилось ну там не знаю 15 проектов а вспомнил они все в общем работали да вот все эти проекты что я находил работали только с mysql и есть еще один проект от китайцев называется канал вот от компании alibaba вот у них есть проект называется канал он тоже реализует cdc вот ну посмотрите вот ссылку на хабр я там как-то это больше раскрывал там большая обзорная статья правда приходите комментируйте давайте там тоже дискутировать смотрите у нас на самом деле остался вот как бы не вопрос а мнение вот Глеб озвучил у меня после работы с Debezium только одно мнение никогда не пользуется продакшен в тех базах в которых его нет изначально очень хочется этот вопрос обсудить поделиться опытом в дискуссионном клубе давайте туда приходите и послушаем друг друга вот и собственно Дмитрий Захаров вижу сейчас тоже задал вопрос который мне кажется насчет производительности чтения передачи нам тоже нужно побольше времени вот поэтому давайте с официальной частью закругляться благодарим еще раз Тимофея за презентацию и ждем всех через ближайшую уже видимо минуту-две в дискуссионном клубе у нас там будет времени побольше вот будем будет интересно услышать про ваши кейсы всем спасибо большое а где она кстати тебе надо еще куда-то физически по-моему идти спасибо всем привет давайте подождем еще минутку-полторы как все переподключатся водички давайте да перерыв может быть тоже кому-то нужно налить воды привет привет включайте камеры будем рады знакомиться или узнавать знакомые лица делиться опытом ой